Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной предпоследней торговой сессии этой недели. Сегодня мы уже буквально в спину дышим важнейшему событию, вероятно, не только этой недели, но для Евро уж точно, это заседание Европейского Центрального Банка. Я думаю, что все трейдеры, которые специализируются сейчас на торговле этим валютным активом, или, в принципе, ищут какую-то повышенную волатильность, серьезную динамику на рынке Форекс, и не только, поскольку заседание Европейского Центрального Банка, уверенно, приведет в движение и фондовую секцию Европы, Америки, Азии, и, скажется, также и на динамике долгового рынка. Поэтому сегодня у нас серьезный инфоповод. Мы должны понимать, что ожидание повышенной волатильности, безусловно, сопутствует возможности получения значительной прибыли, но в связи с тем, что возрастает волатильность, которую очень трудно пока сфокусировать в русло определенного направления, мы должны исходить из того, что все-таки нужно детально подойти к оценке фундамента, не торопиться и действовать уже наверняка. Нужно контролировать риски. Прямо с этого и начнем наш сегодняшний брифинг. В преддверии, опять же, заседания, какую бы торговую активность вы бы ни предприняли, будьте бдительны, внимательны, потому что евро-доллар сегодня может показать от, может быть, даже порядка нескольких фигур. То есть вы понимаете, насколько это значительное движение. Но прежде чем перейти к динамике европейской валюты и того, что мы ожидаем сегодня по факту торговой сессии, давайте начнем с нашей любимой нефти, которая вот прошлую торговую сессию несколько охладила интерес к себе, поскольку разочаровала нас как продавцов актива. И в целом мы увидели, как бренд снова показал восходящую динамику и добрался чуть ли не до максимального значения недели. 48,50 это клоу, сейчас актив также продолжает торговаться с повышением 48,82. Причины, которые повысили интерес к трейдингу черным золотом, их несколько. Во-первых, это данные по запасам нефти США по версии Американского института нефти. Мы следили за этим отчетом и понимаем то, что локально как раз та статистика, на которую нужно обращать внимание. И согласно опубликованным данным, запасам стало ясно то, что мы увидели, точнее снижение запасов чуть ли не на максимальное значение за последние, наверное, больше даже полугода, поскольку запасы снизились на 12 миллионов баррелей за неделю. Прогноз предполагал также сокращение, но на куда более скромную цифру 400 тысяч баррелей за неделю. Фактическая цифра и то, что она существенно превзошла ожидания, стало причиной позиции трейдерской того, что потребление в США растет и этот тренд может продолжиться и дальше. То есть, следом за официальной статистикой, точнее за оценкой Американского института нефти, мы можем увидеть точно такую же цифру сокращения запасов уже от Минэнерго США. Эти ожидания и повышенное, может быть даже избыточное внимание на этот отчет стало причиной той динамики, восходящей, которую мы с вами и наблюдали. Плюс ко всему, трейдеры еще продолжают надеяться на то, что предстоящее заседание в Алжире, неформальная встреча, может принести какие-то плоды. Я напомню то, что в начале этой недели рынок нефти получил серьезный импульс по факту достигнутых договоренностей между Саудовской Аравией и Россией о том, что будут предприняты совместные меры по стабилизации ситуации на рынке инэнергоресурсов. И мы знаем то, что под этими совместными мерами сейчас подразумевается уже создание рабочей группы, которая будет просто мониторить ситуацию в целом, которая складывается на рынке углеводородов. Но ничего больше, поскольку о сокращении производства пока речи не идет. Это что касается тех факторов, которые были позитивны, конечно же, для нефти и в конечном счете позволили культивировать вот это восходящее движение. Что касается негатива, он также имеет место быть. Ровно сутки назад Иран сообщил о том, что по причине повышенного спроса со стороны своих партнеров и по причине, опять же, необходимости удовлетворения их потребностей, Иран будет в сентябре экспортировать больше 2,2 миллионов баррелей в сутки. Это, конечно же, много. И эта статья экспорта, она подразумевает тот факт, что Иран также будет постепенно и дальше, как это происходило месяц назад, квартал назад, полугодие назад, увеличивать объемы добычи, поскольку Иран стремится выйти на прежние показатели чуть выше 4 миллионов баррелей в сутки. И то, что Иран заявил о том, что они увеличивают показатели и статьи экспорта, это еще один сигнал в пользу того, чтобы мы прекрасно понимали, что Иран примет участие в неформальной встрече, но не будет поддерживать никакие инициативы. Потому что в конечном счете, если будет другое противное решение, если Иран все-таки поддержит, опять же, какой-то посыл, предполагающий ограничение добычи, это будет парадоксально, просто удивительно, я думаю, что мы об этом с вами, безусловно, поговорим, но вероятность этого крайне низка. Поэтому вот эту встречу в Альжире я предлагаю вообще не использовать в качестве фактора поддержки для среднедолгосрочного трейдинга. Лучше фокусироваться на локальной статистике. Сегодня для рынка нефти, учитывая восходящую динамику, которую показывал Актив в рамках вчерашней торговой сессии, также своего рода момент X, потому что сегодня в 18.00 выйдут данные по запасам нефти США уже по официальной оценке. Напоминаю, что из-за дня труда отчетов поехали ровно на сутки, только вот видите, что обычно мы запасы с вами от официальных статистиков анализируем в 17.30, сейчас это будет немного другое время, на полчаса съехало в 18.00 сегодня выйдет этот отчет. Безусловно, если и официальные данные подтверждят те цифры, которые мы с вами видели по версии Американского института нефти, то есть резкое сокращение, пусть даже не на сопоставимую цифру, но на несколько миллионов баррелей за неделю, этого также будет достаточно, чтобы поддержать дальнейшее восходящее бычье рак. Но я продолжаю делать ставку на то, что официальные данные могут все-таки оказать поддержку не покупателям актива, а как раз продавцам и стать причиной того, чтобы бренд ослаб и хотя бы скорректировался в район 47.5 долларов за баррель, а потом уже окончательно этот результат с еще большим ускорением вниз закрепит отсчет Baker Hages, который выйдет в конце недели. И напоминаю, что параллельно с этим не нужно игнорировать еще поведение доллара, который также является определяющим. Мы видим то, что доллар все-таки предпочел не уходить ниже отметки 101 иена, и, собственно, отыграл части ранее утраченных позиций. Сегодня мы видим то, что, в принципе, есть даже на азиатской сессии заделано то, чтобы доллар продолжил расти с возможностью ухода в район 102 иен уже. И если доллар действительно будет набирать обороты, это снова оживит интерес к идее, связанной с изменением монетарной политики, поскольку мы ее также и будем продолжать обсуждать. Но рост американца – это давление на позиции сырьевых инструментов. Это тоже нужно иметь в виду. Поэтому коррекционный взгляд у нас сохраняется. Пока не вижу оснований, чтобы его менять. Рубль против доллара – 64,02. Восстановление нефти стало причиной укрепления позиций российской валюты. 64 сейчас поддержка держится. Допускают, что при возобновлении будущего ралли пара может двинуть еще ниже. Но вряд ли это будет серьезное снижение. Американца против рубля, поскольку есть также и уровни, которые, так кулуарно называют, минимально достаточными, критическими, я думаю, что это поддержка даже выше 62 против доллара. Но, скорее всего, мы до нее даже не доберемся, потому что 62,5 или даже 63 мы можем увидеть на экранах своих мониторов только в том случае, если бренд закрепится выше 52 долларов за бар. Об этом я также пока не хочу говорить, поскольку держится даже сопротивление 50 долларов за бар. Европейская валюта против доллара. Как я уже отметил, сегодня все внимание трейдеров сфокусировано на предстоящем заседании Европейского центрального банка, которое состоится уже совсем скоро. В 14.45 у нас первое решение по наставкам. И трейдеры сейчас крайне заинтересованы в том, чтобы дождаться конкретных намеков на возможные изменения монетарной политики, хотя бы на перспективу в будущем. Евро продолжает держаться выше отметки 1.12, сейчас котировки 1.12.50. Можно отметить то, что вчерашняя торговая сессия была довольно-таки вялой. И объяснить сразу же это можно тем, что трейдеры просто сейчас сохраняют в ожидательную позицию, поскольку понимать, что высока вероятно серьезной волатильности, которая в конечном счете упрется в конкретные векторы движения. И если прогадаешься с этим вектором движения, тогда придется терпеть серьезную бросадку. Я надеюсь, что сегодняшние комментарии будут способствовать поддержанию идеи мягкой экономической политики. И, кстати, подогревает интерес именно к возможности подобного сценария исхода. То, что вчера вышел еще один отсчет по экономике еврозоны, в частности, мы анализировали данные по промышленному производству Германии, и цифры, конечно же, надежны. Минус 1.5 в месячном выражении спад, минус 1.2 в годовом. То есть еще один признак того, что немецкая экономика утратила импульс восстановления не будет создавать дополнительную нагрузку на общие показатели активности всей еврозоны и, соответственно, ВВП. Плюс ко всему, вкупе с этим у нас до этого были слабые данные по индексам, до этого было подтверждение низкой потребительской активности. Ждем не менее слабый отчет по ВВП уже за третий квартал по еврозоне. И, конечно же, все это подогревает интерес к тому, что, опять же, риторика со стороны европейского регулятора может быть с большей долей вероятности гораздо более мягкой, нежели жесткой. Сегодня, как я уже отметил, для евро это момент X1445. Ставка рефинансирования, ставка по депозитам. Параллельно с этим Европейский Центральный Банк будет обсуждать возможности продления программы количественного смягчения за пределы марта 2017 года. Может быть, даже и пересмотрят лимиты действующей программы. Хотя это, конечно же, совсем шоколадный сценарий. Вряд ли такое произойдет. Большинство экспертов все-таки сходится во мнении, что максимум, что мы можем слышать, это продление сроков действия программы QEU. Но в любом случае, любой из этих инструментов, любой из этих стимулов будет растение исключительно мягко для монетарной политики и спровоцирует серьезные распродажи европейской валюты. И я думаю, что даже если основные параметры будут оставлены без изменений, мы с вами обратим внимание на не менее крутое событие. Это пресс-конференцию монетарного руководства, где господину Марио Дрэй, который возглавляет ЕЦБ, придется отвечать на многие вопросы. И придется говорить и оправдывать оппозицию текущего Европейского центрального банка не только исходя из текущих экономических реалий, но и исходя еще из тех рисков, которые на повестке ближайшего времени. Ведь, уверен, много будем говорить еще и про Brexit, как он повлияет, про инфляционные ожидания, про будущие показатели потребительской активности, про ситуацию на рынке энергоресурсов, которые также влияют на потребительскую активность. И с какой бы стороны мы не проанализировали этот новостной фон, в конечном счете мы должны услышать комментарии, которые являются успокаивающими для рынка со стороны ЕЦБ, о том, что экономическая политика остается сверхмягкой, будет такова в течение длительного периода времени, и при необходимости ЕЦБ сможет задействовать новый пакет экономических стимул. В общем, классика. Но эта классика обычно провоцирует ослабление курса европейской валюты, что, собственно, нам и нужно. Поэтому сегодня на евро я понимаю, что волатильность будет колоссальной, мы можем уйти в район 1.1350, может быть, даже каким-то чудом протестируется противление 1.14, но все-таки считаю то, что рынок после факта первоначальной, первичной реактивной событий будет сконцентрирован и сфокусирован на возможности медвежьего движения и просадки. Поэтому я прогнозирую то, что сегодняшнюю торговую сессию мы закроем с минусом, что может стать импульсом для дальнейшей коррекционной динамики с последующим возвращением в район 1.10. Фунт против американца 1.3346. Сейчас у нас котировки, видим то, что фунт прервал восстановительную череду из-за нескольких торговых дней, практически недельные обычаи ралли. Вчера вышли данные по промышленному производству, которые оказали неоднозначное влияние на британца. Промпроизводство в целом у нас выросло на 0,1%, что касается обрабатывающей промышленности, просила на 0,9%. Но сейчас на рынке предполагают, что вот этот негативный тренд и спад в обрабатывающей промышленности был нейтрализован ростом добычи нефти и газа в Северном море. Ну, может быть, это и так. В конечном счете, я хочу отметить то, что фундаментально фунт действительно выглядит еще довольно-таки слабо. И для того, чтобы дальше определиться с направлением движения, нужно понять, готовы ли сейчас трейдеры, которые специализируются на торговле британцам, делать большую ставку на поведение доллара. Потому что, если готовы, тогда можно будет смело распродавать этот актив. Что касается новостного фона, который еще до конца этой недели, завтра у нас торговый баланс. И если окажется, что ситуация вокруг брейзита стала причиной ухудшения торгово-партнерских связей со странами ЕС, мы будем с вами снова говорить о негативных последствиях брейзита, которые приводят к ухудшению перспективы экономического роста и могут стать причиной ослабления фунта. В качестве дополнительного фактора давления на британца в рамках вчерашней торговой сессии стоит отметить еще и комментарии председателя Банка Англии Карни, который отметил, что прежние августовские стимулы и сверхагрессивный пакет этих стимулирующих инструментов, который был задействован, было продиктовано оперативной надобностью, необходимостью. То, что нет ни грамма, ни малейшего сомнения в том, что это было правильное решение. И никто в рамках британского регулятора не сомневается в том, что эти инструменты принесут исключительно положительные плоды и повысят эффективность вообще функционирования всей британской экономики. То есть много было каждых вопросов. Не считаете ли вы, что раз индексы деловой активности, которые мы с вами анализировали в последнее время, показали многомесячный, даже по некоторым показателям многолетний ХАИ, Банк Англии поторопился с этими стимулами? На что, собственно, был дан ответ, который я только что вам анонсировал. И более того, Банк Англии сообщил о том, что готов и дальше смягчать экономическую политику, если того будет требовать себя ситуация. Может быть, даже между строк это как раз и есть скрытый латынный намек на то, что следующее заседание будет также весьма интересно, потому что оперативная позиция для Банка Англии сохраняется. И, исходя из такого новостного фона, я снова хочу сориентировать вас на то, что фунт, даже несмотря на возможности отыгрывания локального фундаментального позитива еще сохраняется, все равно сделает ставку на то, что его пара распродавать с возможностью ухода в район 1.30. Доллар японская иена 101.67, сейчас доллар сопротивляется и по-прежнему эта пара находится под влиянием двух новостных факторов. Это ожидание повышения процентной ставки в рамках ФРС и новых пакетов экономических стимулов со стороны Банка Японии. Из дополнительного новостного фона вчера можно было отметить комментарий Лейкера, представитель ФРС, который отметил, что в рамках американской экономики по-прежнему много оснований для повышения процентной ставки. Также Институт экономических исследований Японии провел опрос по поводу перспектив монетарной политики. И результаты этого опроса сейчас гласят, что 75% респондентов считают то, что Банк Японии пойдет на новый раунд экономических стимулов до конца 2016 года. И 60% верит в то, что эти шаги будут предприняты уже 21 сентября, то есть в момент следующего седания японского регулятора. Что это может быть? Снижение ставки, интервенции? Вполне возможно. Но я хочу также обратить внимание ваше на то, что Банк Японии, несмотря на то, что говорит, что эти стимулы возможны, вряд ли все-таки их задействуют, поскольку очень велики барьеры, ограничения законодательного характера. И вот этот постоянный тотальный контроль, который идет со стороны США, которые следят за действиями Банка Японии. И вот-вот прям хочется им уличить японский регулятор в том, что они искусственно развязывают эти девуляционные войны. Но мы говорили также о том, что не обязательно действовать, можно просто говорить об этом. И подобные словесные интервенции, они тоже оказывают свое позитивное влияние на поведение бары доллара японской иены, но позитивное для нас, как для быков, потому что любые интервенции, даже словесного характера, они провоцируют ослабление национального валютного актива. Поэтому я настраиваюсь на то, что иена будет все-таки оставаться под давлением, хотя бы на контрасте доходности бумаг японских и американских. И, собственно, это расхождение будет способствовать притоку дальше капиталового расположения американских бумаг и подстегивать интерес, соответственно, к доллару, поскольку все эти бумаги номинированы как раз в американской валюте. Доллар японская иена у нас содержится в уровне 101. Я говорил, что как только мы ездили пробьем этот рубеж, тогда, к сожалению, пара может сходить и даже ниже сотки. Но пока этот уровень держится, не отказываемся от идей, предполагающих покупку американцев против японской валюты. Еще пару слов хотел сказать про канадца и австралийца. Ну, в частности, про австралийца нужно было рассказать еще вчера, но вот, к сожалению, затянули мы, вышли за рамки нашего регламента временного. Сейчас говорю. По Австралии. Вы знаете то, что вчера была опубликована процентная ставка, ее оставили на уровне полтора процента, собственно, так же, как и планировалось. И больше интерес вызвали сопроводительные заявления, которые последовали после этого. По факту того, что мы услышали из сопроводительных заявлений, стало ясно то, что одной из ключевых угроз для австралийской экономики для валют стран океана остается потенциальный спад, который продолжает разворачиваться в рамках китайской экономики. И есть опасения того, что продолжение замедления Китая может привести к снижению стоимости сырьевых активов из-за падения спроса, среди которых железная руда, имеющая очень важные значения для австралийской экономики. Плюс ко всему, Резервный банк Австралии отметил то, что им приходится сейчас действовать в условиях низкой инфляции. И то, что неизменность этих условий и слабости экономического роста, а мы до этого буквально вчера утром получили еще слабый отчет по ВВП, а спад значительный, это свидетельство того, что Резервный банк Австралии все еще допускает возможность снижения ставки хотя бы один раз до конца 2016 года. И если мы сохраним эти спекуляции, вот в правильном ключе будем за ними следить, у нас будет возможность все-таки притопить позиции австралийца. Тем более, особенно если учесть тот факт, что сейчас он торгуется на многонедельных краях практически. 0,7695, 0,77. И я снова вас призываю к тому, что рассмотреть уровень 0,77 как прекрасный шанс для среднесрочных продаж австралийца. USDCAD здесь по канадцу также процентная ставка. Вчера она была опубликована, 0,5% оставили без изменений. Но Банк Канады также говорил об рисках и последствиях низкой инфляции, снижении цен на энергоносители. И обратила внимание на очень слабые показатели ВП. Вы помните, что годовое значение просело на 1,6%. Это просто катастрофа для канадской экономики. Но она полностью отражает актуальную новостную картину. Фундаментальный фон. И по идее, если фундаментальная картина продолжит ухудшаться, напомню, завтра у нас рынок труда. Спустя месяц, когда мы вернемся снова к следующему наседанию Банка Канады, у нас уже будут все мотивы на руках, чтобы все-таки поддержать идею снижения процентной ставки и увидеть это на своих мониторах. Потому что любое снижение ставки со стороны регуляторов, оно, конечно же, станет причиной серьезного давления на курс национальной валюты. Мы вчера с вами руководствовались целью по USDCAD 1,29. И до этой цели добрались. Даже локальный хайп был 1,2912. Но это еще не предел, не потолок. Ждем еще большего восходящего движения, ждем возобновления роста доллара и ждем, чтобы пара USDCAD добралась до отметки 1,30, а потом уже и уровня 1,32. Из важных событий сегодняшнего дня. В 14.45 еще раз ставка ЕЦБ и финансирование по депозитам. В 15.30 пресс-конференция руководства Европейского Центрального Банка по перспективам денежно-кредитной политики. В 18.00 сегодня запасы нефти, которые будут определяющими для динамики уже углеводородов. Кодовое слово на сегодня. Заседание действует. Оно до встречи у брифинга, который состоится завтра в прямом эфире, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. Величина бонуса 16%. Советую воспользоваться им и повысить покупательскую способность ваших депозитов в преддверии повышенной волатильности. Со своей стороны хочу снова напомнить вам, что весь видеоконтент доступен на нашем официальном канале на YouTube. Заходите, подписывайтесь, задавайте ваши вопросы, оставляйте комментарии и ставьте лайки. На любой вопрос, который касается финансовых рынков, я с большим удовольствием вам всем отвечу. Ну а сегодня мое традиционное напутствие. Контролируйте, пожалуйста, риски исключительно прибыльной торговли и попутного тренда. Ну и, конечно же, ждем все-таки ослабления позиций единой европейской валюты. На этом все. Всего доброго. До свидания.